МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика. Об основных событиях пятницы вам расскажут наши корреспонденты и я, Родион Архипов. Смотрите сегодня в выпуске. День Республики приближается. В Чувашии продолжается подготовка к празднику. Здоровье – главное богатство. В Республике пройдет диспансеризация. Лучший город страны. Чебоксары лидируют во всероссийском голосовании. Буквально час назад в аэропорту Чебоксар приземлился самолет с федеральным министром сельского хозяйства Николаем Федоровым. В программе пребывания министра сельского хозяйства России 6 апреля рабочая встреча с главой Чувашия. Участие в совещании по вопросам готовности к проведению весеннепылевых сельскохозяйственных работ. Обсудят эксперты и исполнение соглашения между Минсельхозом России и Чувашской республики по реализации госпрограммы развития сельского хозяйства. А также оценят основные угрозы обеспечения безопасности животноводства в Чувашии. Кроме того, передовики агропромышленного комплекса Чувашия получат награду из рук федерального министра. Праздник к нам приходит. Республика готовится отметить очередной день рождения. Торжества обещают быть масштабными. В Чувашии пройдет 6-й Чебоксарский экономический форум. Своим творчеством чебоксарцев порадуют лучшие народные коллективы. А небо над городом раскрасят огни международного фестиваля фейерверков. В праздничной программе множество приятных сюрпризов. Завесу тайны сегодня приоткрыли члены оргкомитета. Дмитрий Ковалев продолжит тему. 6-й Чебоксарский и 20-е международные. Деловые миссии со всей страны вновь соберутся за круглыми столами, а бизнесмены на выставки достижений. Экология, промышленность, инновации. Всего более 20 площадок и тем. От стабилизации к развитию. Название нынешнего экономического форума говорит само за себя. К обсуждению проблем планируют пригласить более тысячи экспертов. Всего было направлено более 500 писем приглашения. На сегодняшний день подтвердили уже свое участие 30 иногородних участников, в том числе одна зарубежная компания из Финляндии, а также такие наши стратегические партнеры, как Росгидро, Роснано, нефтяная компания Роснефть. И в этой связи определяем сейчас с местами проведения данных площадок для форума. Центральные улицы столицы вновь перекроют. Как и в прошлом году, пройдут по ним участники фестиваля «Родники Россия». Лучшие коллективы от Камчатки до Калининграда выступят на главной праздничной сцене. Поборются за призы и мастера декоративно-прикладного искусства. Вышивка фигурки из дерева и глины – все это украсит ежегодную выставку. Создавать необычные подделки будут на глазах горожан. Именно они оценят искусственную работу участников. Настоящей изюминкой праздника станет и Всечувашский Агадуй. На фестивале «Родники России» планируется участие около 25 коллективов из регионов Российской Федерации. На конкурсе «Русь мастеровая» более 50 мастеров народного промысла. Накануне праздника чебоксарские семьи справят новоселье. В День республики планируют открыть сразу три новых дома. В Урмарах строят школу, в Ибресах – стадион, в Ядрине – молочный завод. Все эти объекты ведут в строй тоже в конце июня. «Все работы выполняются в соответствии с утвержденными графиками. Есть чисто технические рабочие моменты, но объекты все будут введены в эксплуатацию в установленные сроки». Вместе с Чувашской столицей похорошеют и село Янтиково. Планы грандиозные – отремонтировать центральную улицу и 8 жилых домов. Задача номер один – благоустроить центральную площадь. Для молодоженов района здесь планируют создать сквер. «В спорткомплексе, где у нас будет проходить празднование республики, надо обустроить спортплощадку, установить трибуны. Но и по благоустройству района центра много надо работать. В этом плане мы начали работать. В частности, надо спортплощадку установить в старом селе». То, что сейчас прописано в планах, должно воплотиться в жизнь. Иван Моторин заявил, что контроль строительства новых объектов должен быть постоянным. В эксплуатацию их необходимо сдать срок. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика. Диспансеризация населения в более привычном звучании. Коллективный медосмотр будет проводиться по-новому. Это не просто комплекс мероприятий, которые носят разовый характер, а долгосрочная профилактическая программа. Пояснили в Минздравсоцразвитие Чувашия. Пристальное внимание будет уделяться неинфекционным заболеваниям. К неинфекционным медики относят сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, а также диабет. Именно из-за них жители республики чаще всего становятся инвалидами или преждевременно умирают до 75% случаев. По задумке новый подход призван как можно раньше выявить эти болезни и начать лечение. Обследование с этого года идет по территориально-участковому принципу. Проще говоря, в больнице, где закреплен человек. Раньше работающие проходили диспансеризацию в поликлиниках, с которыми заключали договоры предприятия. Еще одно новшество. Под медосмотр попадают все – работающие и безработные, начиная с 21 года и независимо от возраста. Эта диспансеризация входит в программу госгарантии и базовую программу обязательного медицинского страхования является полностью бесплатной для населения. Проводится она раз в три года каждому гражданину, который пожелает. Диспансеризация разделена на два этапа. Обследование будет начинаться с кабинета медицинской профилактики. Пациенту предложат заполнить анкету, сдать 8 видов анализов, пройти другие исследования, а потом получить заключение терапевта. Если возникнет необходимость, то проведут более углубленные обследования у узких специалистов. Все результаты вносятся в маршрутную карту, подшиваются в медицинскую карту человека, составляется паспорт здоровья, который выдается на руки пациенту. Главная информация о состоянии здоровья будет стекаться к врачу-терапевту, а не как раньше – застревать у пациентов или оставаться в поликлиниках. Диспансеризация прошлых лет имела свои недостатки. Пациент в силу загруженности прошел обследование, получил данные о своем здоровье, не донес до участкового врача. Участковый врач не знает, у него на участке живет Иванов Петров Сидоров, какими заболеваниями он страдает, какие факторы риска у него на сегодняшний день есть. Благодаря новым подходам чиновники Минздравсоцразвития рассчитывают улучшить профилактику заболеваний. Ольга Григорьева, Николай Яковлев, Республика. Прозрачность. Таким словом можно охарактеризовать не только воду, но и, как оказалось, госзакупки. Соответствующий рейтинг составили… Республика. Прозрачность. Таким словом… Прозрачность самая высокая. Рейтинг предусматривает пять категорий прозрачности – от низкой до гарантированной. Среди заказчиков с высокой прозрачностью наш город оказался на первой позиции. Специалисты отмечают – хорошего результата Чебоксары достигли благодаря тому, что в прошлом году создали специальный орган по организации размещения заказов. Размещение заказов через уполномоченный орган позволило повысить эффективность использования средств бюджета города, прозрачность, осуществление единого методологического подхода к формированию системы закупок в городе. Подтверждением того является участие города Чебоксары в национальном рейтинге прозрачности среди субъектов Российской Федерации, по результатам которого наш город Чебоксары получил первое место среди прозрачности закупок в категории «высокой прозрачности». Сегодня утром в Чебоксарах произошла авария по вине пьяного водителя. В самый час пик в юго-западном районе столицы столкнулись маршрутка ИВАЗ-2109. Очевидцы утверждают, что «девятка» вылетела на встречную полосу и на полном ходу влетела в микроавтобус. К счастью, в этом ДТП пострадавших не было. Но понервничать пришлось и водителю маршрутки, и пассажирам. То ли с перепуга, то ли по какой другой причине владелец «девятки» стал рассказывать, что в момент аварии за рулем был не он, а некая девушка Лена. Водитель маршрутки и многочисленные очевидцы утверждают, что за рулем был молодой человек. По данным ГИБДД, владелец «девятки» давно лишен прав управления и от метосвидетельствования отказался. Чебоксары сохраняют лидерство в интернет-голосовании. Город России – национальный выбор. Старт был дан в феврале этого года. Интернет-пользователи выбирают самый привлекательный и узнаваемый с их точки зрения город России. Кто будет победителем, станет известно 30 декабря в 15.00 по московскому времени. Ну а пока вот так выглядит национальный рейтинг. За Чебоксары отдали голоса свыше 46 500 участников. В тройке лидеров сейчас Красноярск, а также Майкоп – столица Адыгеи. В конкурсе могут появляться города, которые обладают неповторивым историческим культурным наследием и достойны стать национальным символом страны. В рамках проекта прямо на интернет-страничке «Город России РФ» можно ознакомиться со всеми претендентами и поделиться впечатлениями от увиденного. Оставить комментарии на форуме, рассказать и об успехах, и о проблемах города, в котором живешь. Голосуйте и выбирайте лучший город России. Не забудьте подтвердить свой выбор, собрав нужную картинку. Театр оперы и балета готовится к проведению 17-го международного балетного фестиваля. С 17 по 20 апреля на Чувашской сцене будет царить стерпсихора. По традиции в фестивале примут участие солисты Большого, Мариинского и Михайловского театров. Что ждет нашего зрителя, рассказали на пресс-конференции. Подробности в следующем репортаже. Балет, как элитарное искусство, уже много столетий волнует и дарит положительные эмоции. Нынешний фестиваль традиционно откроется премьерой в постановке Данила Салимбаева. Балет-комедия Труфальдина, слуга двух господ. И мы решили обратиться к этой теме, поскольку спектакль сюжетный, спектакль яркий, наполненный множеством событий. Это произведение близкое по духу комедии дель-арты, комедии ошибок. Спектакль смешной, ироничный, много ярких персонажей, очень хорошо ложится на нашу трубку, на наши финансовые возможности. В премьерном спектакле выступят ведущие солисты театра. Айдар Хисамуддинов, Анна Серегина, Марианна Чемалина, Станислав Культин, Дмитрий Абрамов, Ольга Прыткова. Молодые артисты с вдохновением воплотят на сцене образы комедии Карла Гальдони. Продирижирует спектаклем Дмитрий Банаев, тонкий музыкант, чувствующий и знающий музыкальный материал. Второй день нашего фестиваля это будет спектакль «Донкий ход», недавно возобновленный опять к показу зрителя. С приглашенными звездами из ведущих театров страны, из Мариинского и из Большого театра. Подарком для чебоксарской публики станет выступление артистов из трупа Руслана Нурдинова в программе «Виртуозы мирового балета». Талантливые танцовщики со всего мира уже покорили своим техническим и артистическим мастерством многие города мира. Балетный фестиваль – уникальная возможность привести этот коллектив в Чебоксары. 19-го числа у нас компания «РМД и продакшн» под руководством Руслана Нурдинова привезет целый десант иностранных звезд. То есть в этом году у нас состоится не один, а целых два гала, поскольку гала зритель очень любит. И они будут разбиты на гала практически только с иностранцами и на гала с нашими звездами, российскими звездами нашего театра. Для зрителя будет интересно посмотреть, что могут наши и что могут иностранные гости. Заключительный гала-концерт с участием солистов ведущих театров страны позволит насладиться отрывками из классических балетов и номерами современной хореографии, где на первое место выступает красота человеческого тела. Сергей Фишер, Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. В Чебоксарах юные последователи Марии Шараповой, Анны Курниковой и Марата Сафина соревнуются за призы Хорватской теннисной академии «УМАК». Этот турнир проходит в рамках открытого первенства Чебоксарской республики по теннису среди юношей 12 лет и моложе. Сегодня 26 ребят из Казани, Пензы, Нижнего Новгорода, Саранска, Чебоксара, Новочебоксарска показали, на что они способны на теннисном корте. Этот турнир по теннису продлится до 7 апреля. По итогам сегодняшних финальных игр первое место занял спортсмен из Саранска Александр Бинго. Он обыграл нашего Марата Шарипова. Кстати, Марат – 15-я ракетка России и СНГ в категории до 12 лет. И именно благодаря его родителям в Чебоксарах проводится любительский турнир Хорватской теннисной академии «УМАК». В этом году, в январе, Маратик Шарипов, папа его, уговорил тренера с Хорватии, их тренера Бруно Билича, приехать к нам на просто тренировки. И проконсультировать тренеров, возможно, что-то посмотреть в тренировочном процессе. Он дал согласие. И вот с января, как мы познакомились, у нас очень плодотворное сотрудничество. Значит, Бруно с удовольствием работает со всеми тренерами, кто к нему обращается. Победители теннисного турнира отправятся совершенствовать свои навыки на корте в Хорватию. Победители и первое, второе, третье места, победители и призеры поедут, могут поехать в академию тенниса «УМАК» Хорватия, получить там тренировки, уже оплаченные заведомо, и победители первые места еще и получат проживание. Марат с пяти лет практически живет на корте. Сейчас ему 10, а он побывал уже на соревнованиях в Москве, в Тольятти, в Казани, Елабуге и даже в Хорватии. Мальчик ездит туда к тренеру 3-4 раза в год. И каждый раз проводит в «УМАГе» около месяца. Меня отвели вначале, потихоньку мне понравилось, я стал дальше играть. Почти когда я ездил на турнир, я всегда завоевываю призовое место. Я хочу поехать на чемпионат России по теннису, оно будет в июне, и скорее сейчас поеду в Елабугу, в воскресенье уже уеду в Елабугу и играть в турнир. В Чебоксарской академии тенниса Марат тренируется по 4 часа 6 дней в неделю. При этом спорт не мешает ему учиться. Марат – круглый отличник. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. В Чебоксарах родился Добрыня Никитич. Во время регистрации ребенка родители объяснили, что выбрали это имя своему малышу в честь былиного героя. И оно удачно сочетается с отчеством. Родители уверены, ребенка ждет большое будущее. И окружающие пусть не сразу, но со временем поймут силу этого сказочного имени. Самые популярные имена, которые выбирают родители своим детям – Артем, Егор, Кирилл, Дмитрий, Никита и Максим. В тройку лидеров среди девичьих имен входят Анастасия, Анна, Виктория. Также не теряют популярности и Мария, Полина, Елизавета, Софья. Среди маленьких жителей столицы есть и носители оригинальных имен – Аэлита, Аиша, Злата, Милаша, Алек, Арсен, Алихан, Баграт. В 2012 году в Чувашии были случаи, когда родители давали своим детям имена языческих богов. В Чебоксарах впервые появился Тор, а в Новочебоксарске – Афина. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Удачных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова